Саратов, Саратовская губерния, вообще лагеря, которые находятся в Саратове, это некий полигон такой садистский. Люди срывали голосовые связки, потому что вот у тебя избитое тело, он чуть подзаживает день, два, три, а потом по больному опять лупят с двух рук. Дубинка из двух рук по больному телу, она у тебя синяя, опухшая. Вот в этот момент реально срываешь голосовые связки от крика. Это чудовищная боль. Мне там открылись глаза на то, сколько народу сидит, в общем-то, по сфабрикованным уголовным делам. Как выбивают показания, сама оговор. В камере сидишь, ты с ними общаешься. Огромное количество невиновных сидят в тюрьме. Реально, огромное. Хочешь узнать, что происходит в тюрьме, в любой тюрьме в России? Хочешь узнать об осуждённом? Спроси Петруху. Петруха сидела много, часто. И с удовольствием. Я бы сказала, что с удовольствием. При этом это такая вот судьба русского человека, очень типичная. Мама перевешивает, но надо сдвинуться чуть-чуть в эту сторону. Я видела, что тот опыт, который у него есть, это не то, что он старается забыть, а то, что он старается прожить заново и исследовать. Один срок, второй, третий. В общем, в какой-то момент я списался по интернету, освоил Фейсбук, списался по интернету с Ольгой Романовой. Мне Ольга Евгеньевна, вот с её Русью сидящей, вообще пришлась по душе, да? Как-то вот наш человек, всё. Это был поздний ноябрь. Мне нужно было идти в Сахарницу, в Сахаровский центр. Набережная Яузе. На дне пригорочек и одиноко стоящие два здания. И я сразу его увидела. Он стоял не один, а в окружении, наверное, трёх-четырёх, но таких же. Но он был главный. Это читалось, это виделось. Он был, конечно, самым страшным. Человек с поперечными морщинами, в кипчёнке, с сыгаркой, без зубов вообще. Её как-то ко мне кинулся. То есть я как-то сразу поняла, что нет опасности, не убийца. И чёрт его знает, как он сразу включился. Он сразу включился в Русь сидящую. Он был принят как эксперт. Вот я сижу в тюрьме, да? Я понимаю, не дай бог. Я понимаю, да? Что? Вот я захочу, чтобы вы... Я так посчитал, да? У меня нет денег на центр по содействию, на Карину Мускаленко, на других замечательных адвокатов, юристов. У меня нет денег. У меня есть Дима, да, друг, или Саша, или Ваня, который придёт ко мне, и мы с ним вместе как-нибудь. Но я не один. Мне нужен человек, который приносил бы ко мне судебную практику, теленную законодательную... Комикс принял, да? Да, то есть он, чтобы мне каждый... Реально каждый день, через день приходил в СИЗО, помогал. А вот насчёт ознакомления с протоколом вы ему передали? А он... Ага, ну да, не по телефону. А он к врачам не обращался уже после приговора? Ну, вот у меня на телефоне там соединён горячая линия. И звонки в день, по десятку звонков. Начиная вот, помогите финансово трудоустроиться, освободился. До, вот, бьют, что делать, как остановить. Не сегодня, а завтра. Он там на голодовке уже скрывался. Вот срочное такое вмешательство. Кроме горячей линии, да? По тем или иным делам выступаю в качестве защитника наряду с адвокатом. С деньгами было туго. Мы решили вот такую хохму сделать. На тысячную купюру, которая внешне похожа на сто тысячную, просто-напросто вырезать такой же тысячной, поскольку номинал небольшой, и приклеить два нуля. Получалось сто тысяч. Ну и всё, заходим в магазин, там, бутылку шампанского, коробку конфет. Сдачу тебе дают уже со сто тысяч живыми деньгами, да? В какой-то момент там просто то ли оборзели, то ли обленились и уже так некачественно начали лепить эти нолики. Ну да, и в магазине, в общем-то, продавец. А, ну сейчас, раз, в подсобку. Что-то помню, долгое что-то она там в подсобку. Час, да, что там, ла-ла-ла. Ну, сдачу, сдачу, смотрю, оборачиваюсь в окно. Наряд бежит полицейский. Ну и всё, вот получился первый срок. Дальше он садился вновь, вновь и вновь. И, зная его характер, прекрасно понимаю, почему. Он начал качать права. Дело в том, насколько мне известно, что постановление следователя сентябрьской о передаче отменено, признанно законным. И до настоящего времени мне о существовании законного, неотмененного постановления ничего не известно. В этой связи я расцениваю бездействие, прежде всего, Следственного комитета, который до сих пор не принял законное решение по моему заявлению. Расследовать дела по терроризму – это трудно. Честно найти террориста. Это огромный труд. Поймать эту переписку, да, в зашифрованном телеграме, там, я еще не знаю, как-то отследить, прятаться, где-то наблюдать. Да, это огромная работа. А начальство давит. Вы что там ничего не делаете? Где ваша статистика? Вы что там ничего не делаете? Представляете, если они будут вот эту статистику честно отрабатывать, они просто повольняются от бешеного ритма. Да им нафиг это не надо. Гораздо проще схватил мусульманина, посмотрел у него телефон, есть телеграм. Пошли. Судебное заседание закрыто, молодой человек. Ты в наручниках, да, стоишь. Понятые, смотрим внимательно. Вот задний карман, да, открывает, вот, поворачиваешься, ты, да, стоишь к нему, вот задний карман. Смотрим. Достаем из заднего кармана сверток с героином, да, героин, по-моему, был. Я потом только понял, как это. Маленький пакетик у него здесь, перед всей этой операцией, перед всем этим цирком, он этот маленький пакетик держит у себя, между пальцев, да. То есть вот. Понятые внимательно смотрим все это быстро, да. И у тебя достает пакетик. Давай бегом, бегом, быстрее, сходи сюда. Давай бегом. Администрация создает определенные блага для той части осужденных, которые с ней сотрудничали. Сотрудничество проявлялось в чем? До носительства. Каждый день по несколько бумажек. Осужденный такой-то смотрел в сторону забора, размышляя о побеге. Докладная пошла. Чьи фамилии в этих докладных отводят в административный корпус. И там просто-напросто по одному заходят в кабинет и дубинкой отбивают задницу. Сотрудники. И вот во всем этом месиве я все-таки писал жалобы реально, как мне удавалось там. Понятно, что официально у них жалобы не отправятся, они все в корзину летят. Находишь человека, кто освобождается? Он прячет эту записку, каким-то образом выносит. Это вот скандальный заключенный, от которого всегда сплошная головная боль. Поэтому все, что нужно сделать, его запугать. Его запугать, сделать его условия не в насилме. Добавить ему новый срок. Пытать его убить. Пытаться его рассорить с другими заключенными. То есть все это с Петрухой было проделано. Он все это прошел. И в какой-то момент меня просто перестали бить. Ну да, вот. Ну реально перестали бить. И просто вот как-то сидел я и сидел, и в общем-то не провоцировали. Ну сидел в камере, заметил, что что-то не то. Куда-то я дописался. Куда-то я дописался. Ну спустя какое-то время выяснилось, что там оперативник что-то меня вызывал. Там что-то... В общем, наблюдаю по поведению тюремчиков. Мне что же интересно, куда я дописался. Кто на них, кого они... Это была за права человека, Льва Пономарева. Здесь просто смысл в чем. У нас же предмет это заявление о похищении. Здесь смысл в чем. Мы же обжалуем. Это Льва Пономарева, да? Та, которая сопроводит процесс. Полина мне позвонила на горячую линию и с вопросом, как она может нам, как волонтер, помочь. Я, конечно, слышала во время практики, которую я начала с первого курса в правоохранительных органах сначала, самостоятельно. Я знала и слышала от взрослых своих наставников, что пытки есть. И рассказывали, как кого-то окунули головой в унитаз. Мне было... Во-первых, это было омерзительно. То есть, первое ощущение омерзительно. Во-второе, это вот злость. И вообще просто... Я не понимала, а почему об этом никто не говорит? Почему об этом не говорят на федеральных каналах? То есть, я не понимала. То есть, получается, так можно? Это на самом деле, ну, как мне кажется, редкость. Ну, вот я увидел девушку, которая, по сути, она же юрист, по гражданскому производству. А здесь я затронул некоторые вопросы, как бы связанные с уголовным производством. И, в общем-то, она так доставлена. Мне это сразу понравилось, бросилось в глаза. Я отметил для себя, что какая умная девушка. У меня было такое, ну, двойственное отношение. С одной стороны, ну, был такой голос разума, да, и, ну, ума разума, который говорил о том, что человека нужно проверить. Конечно, я относилась с настороженностью, и я не скрою, что, ну, я дала время нам для того, чтобы человек мог себя проявить. Мы познакомились в ноябре, и вот наступает первое лето, когда мы с ним уже и работаем вместе, общаемся, и он уже видит, что он сидит перед ним за столом, а я его слушаю. Говори, Петруха, мне это нужно. Мне нужно знать, что происходит. А он что? А ты ему что? А что написал? А что сказал? А он тебе что? Ну, то есть вот эти вещи, которые необходимо знать. И вот он... Его начало ломать где-то в конце мая. Вот какая-то вот ломка, да, и ему плохо. Ему плохо, он мается. Уже бы хорошо друг друга знали. Его тянет то ли выпить, то ли закурить, то ли на руках постоять. Я говорю, ну что, что? Потом мне говорит фразу, я запомнила на всю жизнь. Говорит, ребята, на юга зовут работать, на курорты, на завод работать. я не могу, я должен остаться, правозащита же важнее. Он сказал, Петруш, поезжай в Саратов, и вот там к мамке, к мамке, к мамке. Он уехал, звонил каждый день. Вообще был счастлив. И мать была счастлива. И мы успели с матерью в телефоне познакомиться, она довольно скоро умерла. Но она умирала со сознанием того, что ее сын хороший человек. Прям хороший человек. Боится. Ура, мы победили. Ура, мы победили. Все, враг поверзен. Ура, аплодисменты. Очень много. Ура, мне победили. Мы победили. Ура. Продолжение следует...